Девочка-пай Патриотизм снова входит в моду. По статистическим данным, 80% россиян назвали себя патриотами. Но понимают ли эти люди, что такое патриотизм и чем он опасен? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак». Им его ведущий Роман Полинсков и я, Виктория Новикова. И сегодня, я считаю, такая тема животрепещущая, дискуссионная. И поэтому хочется сразу вопрос задать вам, к зрителям, к нашим участникам этой дискуссии. Кто же такой настоящий патриот? Ну, наверное, тот, кто желает своей стране и своему народу добра, счастья, процветания. Еще какие есть мнения? Я думаю, что это человек, да, в первую очередь, который желает своей стране только добра. Но, во-вторых, он еще и делает что-то для своей страны, чтобы она и процветала, как и внутри, так и на международной арене. И, в-третьих, он должен уважать как и мнение других, так и различные дела других, как и стран, так и соседей по квартире, по дому и так далее. Ну, смотри, вот он не делает. То есть, его все равно можно считать патриотом? Тут уже для каждого человека свое мнение, то есть, является ли он патриотизмом. Мое мнение такое. А что ты вкладываешь в понятие патриотизма? Ну, то есть, это вот как раз любовь к родине, это гражданский долг каждого человека, потому что, я думаю, что патриотизм является некой национальной идеей России, потому что у нас это видно, что и люди, проживающие на территории нашей страны, они не то чтобы заряжены этим, то есть, они любят свою страну и уважают как и руководство страны, так и всех тех, кто проживает на ее территории. Ну, и в то же время они не кричат об этом, направо и налево. Кого ты считаешь настоящим истинным патриотом? Твое мнение? Ну, я считаю, людей, которые занимаются, как сказать, пиаром, наверное, своей страны, те, кто организовывают фестивали патриотической направленности, какие-то конкурсы, видео, фото, без разницы, главное, чтобы было направлено на родину, на свой родной край. А что для тебя значит быть патриотом? И патриот ли ты сам считаешь себя таким? Наверное, я пока не уверен, я не настолько еще, наверное, понял это понятие. Ну, мы сегодня попробуем как раз-таки разобраться и то же самое, свое личное субъективное мнение по определению, наверное, этого слова, оно все-таки такое глобальное, широкое. Что такое патриотизм? Микрофончик давай. Ну, наверное, действительно, все знают, да, что патриотизм это любовь к родине, да, но здесь опять-таки возникает вопрос, да, что для человека будет родина, да, к примеру, это же может быть и малая родина, к примеру, да, то есть здесь, можно сказать, патриотизм состоит из нескольких частей. То есть понятие очень сложное, вообще в науке тяжело его определить, и ведутся дискуссии на эту тему. Опять-таки, если человек, к примеру, положительно относится к своему государству, истории, да, уважает ее, там, делает хорошие дела, он законопослушный гражданин, ну, может отрицательно относиться, например, к руководству государства, к какой-то партии, голосовать, например, за оппозицию. Что же может быть патриотом, да, вот, а кто-то его может обвинять в том, что вот ты не патриот, потому что ты не поддерживаешь, да, какую-то партию. И возникают вот эти сложности, потому что патриотизм связан с политикой, а политика всегда тут разные точки зрения, на проблему, из какой точки посмотреть, может быть, ну, совершенно диаметрально противоположные какие-то мнения. Вот, но все равно, мне кажется, общее это то, что действительно должна быть любовь к родине, как к истории своей страны, да, и вот коллеги правильно отметили то, что желание каких-то позитивных изменений, направленность в будущее, и, скажем так, не просто это пассивное должно быть, а все-таки, действительно, мне кажется, настоящий патриот, это человек, который что-то делает. Все-таки патриот на диване, это, наверное, не самый лучший патриот для государства. Я вас все-таки представлю, Виктор Владимирович Сидоров, заместитель заведующего кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доцент и кандидат политических наук. Да, все верно. Виктор Владимирович, а можно еще к вам вопрос? Чем может быть опасен патриотизм? Ну, мне кажется, такой бездумный патриотизм, он опасен в первую очередь тем, что человек может стать объектом манипуляции со стороны власти. И некоторые идеи, некоторые идеи опасные, радикальные, такой человек может воспринять как элементы патриотизма. Хотя, на самом деле, это не патриотизм. Как понять, где настоящий патриотизм? Это очень сложно понять. Это очень сложный вопрос, поскольку, зависит от конкретной исторической ситуации, понятно, есть общий мерил всех вещей в виде прав человека. Есть концепция прав человека, она, в общем-то, общепризнана всем мировым сообществом. ООН признала это, есть декларация всемирная прав человека. Но эти ценности, они атакуются разными радикальными группировками. И вот как раз-таки, чтобы понять, скажем, позитивный такой патриотизм, это негативный, мне кажется, нужно использовать эту концепцию прав человека. Если патриотизм призывает к нарушению прав человека, то очень опасно. Это опасно. И мировое сообщество признало, что это неправомерные действия. Если патриотизм, скажем, укладывается в какие-то нормативные основы, то, наверное, он хороший. Но опять-таки, здесь надо смотреть конкретную ситуацию. Вот так вот в общем, да, рассуждать очень тяжело на таком, на очень высоком уровне абстракции. Но вот единственное, я бы взял этот критерий прав человека. А не опасен ли такой патриотизм, когда, допустим, школа, университет или еще что-то, собираются делать что-то массовое и просто навязывают то, что, ребята, вы обязаны туда пойти, а кто-то не хочет? Да, это тоже, на мой взгляд, негативное явление. Оно не столько опасно, не столько оно опасно, как радикализм крайний, оно некоторым людям прививает вот эту обеззаловку, да, а мы же знаем то, что у человека есть определенная свобода выбора, да, у нас, ну, в нашей стране, вы знаете, да, то, что такие вот еще, скажем, традиции советского времени, они живы. Да, когда это в науке называется массовая мобилизация, то есть власть использует механизмы массовой мобилизации для достижения определенных целей, вот, и эти механизмы, они отличаются от тех механизмов, которые есть в других странах, вот. И, например, новому поколению, ну, надо у них спросить в первую очередь, да, как они относятся вот к такого рода мобилизации. С одной стороны, она нужна, и есть позитивный момент, поскольку это приобщение к истории государства, да, ну, скажем, там, 9 мая, к примеру, да, ну, на мой взгляд, конечно, здесь вот механизмы массовой мобилизации нужно включать, поскольку мы должны рассказывать подрастающему поколению, да, о событиях Великой Отечественной войны, да, но иногда у нас, вот, скажем, на низовом уровне бюрократии, она злоупотребляет этими вещами, да, и действительно это может привести к негативному образу вот этих инструментов, и человек может на каком-то интуитивном уровне, ну, скажем, сказать то, что вот государство заставляет меня что-то делать. Такого быть не должно, вот, такого быть не должно, конечно, здесь это вот искусство государственного управления, то есть люди, которые занимаются мобилизацией, должны применять какие-то современные методики, к примеру, вот, молодежь, да, мобилизовывать какими-то методами более современных, чтобы молодежи было интересно участвовать в патриотических акциях, не делать это из-под палки, а делать это вкусным, интересным продуктом. Ну, вот предлагаю сейчас обратиться к ребятам, как вы считаете, стоит ли заниматься такой мобилизацией, а потом перейдем к Нафису, пожалуйста. Я считаю, что, несомненно, стоит таким образом мобилизировать, потому что многие молодые люди, это единственная возможность для них понять, что такое, что значит для них Родина, но в то же время, когда эта мобилизация проходит такими, как сказать, деспотическими методами, вот, если ты не пойдешь, тебе будет плохо, это, несомненно, вот, у молодого поколения, вот, у меня, вот, если брать меня, то такие методы у меня сразу вызывают чувство протеста, мне бы только сделать против, вот, поэтому я считаю, что это, что нужно прежде всего заинтересовать, если молодежь заинтересована, она сама пойдет, она сама сделает, она сама выступит. Как вот тебя конкретно заинтересовать, чтобы ты, не знаю, там, поучаствовала в конкурсе видеопроектов, посвященных 9 мая, там, не знаю, встречи с ветеранами, вот, как тебя нужно заинтересовать, чтобы ты захотела поучаствовать в этом проекте? Какой стимул для тебя нужен? Вот стимул, наверное, будет правильнее сказать. Призы, может быть, я не знаю, что, что это? А вы можете сказать, что это покажут на федеральном канале? Для меня стимул, это, вот, лично для меня, это рассказать историю своих родственников, чтобы, я имею в виду, дедов, бабушек, которые прожили Великую Отечественную войну, чтобы их история мотивировала других людей. Вот, для меня это лично рассказать про свою семью. Хорошо. У других как? Ну, уже, ну, лично для меня, уже меня побуждать ни к чему не надо, потому что тема войны, допустим, если выбирать, как, первое, какое было предложение, участвовать в конкурсе видеороликов? Ну, предположим, да. Ну, в этом участвовать я точно не буду, потому что мне это неинтересно, я не вижу в этом смысла. А пообщаться с ветеранами, это, я считаю, будет полезно, чтобы узнать историю с первых уст. Вот, а не от кого-то в учебнике прочитать, а узнать ее с первых уст. И вот, пожалуй, это для меня будет таким вот поводом пойти на эту встречу. Замечательно. Мне кажется, что для настоящего патриота, чтобы встретиться с ветераном, не надо его никак стимулировать. Патриот сам пойдет, сам встретится, поговорит, узнает, что-то для себя новое. Ведь он любит свою страну, значит, он должен интересоваться его историей. Хорошо. Да, Руслан. Ладно. Ну, может быть, патриотизм перестать строить вот именно на военной части нашей страны. Все-таки у нашей страны очень много изобретений. И в гражданской сфере, там, допустим, гипс или еще что-то, там, различные там электронные приборы, радио, тоже наше изобретение, а же не только военного назначения. Может быть, пора уже отходить от этой концепции строить там на Великой Отечественной войне, на войне 1812 года. Я, наверное, дополню, потому что, к сожалению, не так далеко наступит то время, когда не останется этих ветеранов, да? И действительно, на чем, вот как ты тоже думаешь, может, попробуешь ответить, строить этот патриотизм в дальнейшем, через, там, 20 лет? На чем он будет? Тут несколько вопросов у меня в голове, сразу ответы сформировались. Патриотизм — это не только любовь к родине, она может превратиться в слюпую любовь. Мы можем видеть только прошлые заслуги, это хорошо, помнить историю, уважать вентеранов. Но делать акцент нужно и на настоящем человеку, настоящий патриот и вообще гражданин должен понимать, что есть в России, какие субъекты есть вообще в России. Не только знать, вот я живу в Казани, в принципе, мне хорошо. Нужно понимать целостный образ России. И мне кажется, нужно делать акцент на этом, чтобы человек, в принципе, знал, что происходит именно в России, не в мире, не в Америке, не в Африке, не в Австралии. Он должен интересоваться именно Россией. Что еще? Вот вопрос про, как заинтересовать людей. Ну, будут они нас заинтересовывать, придумают вкусный продукт, хорошо его подадут. Допустим, они пойдут, люди. А пойдут они просто, ой, здорово, пошел, ладно. А что они из этого получают? Нужно не только там, у палки две конца, не только они должны как-то нас заинтересовывать. И мы должны проявлять инициативу. Нам должно самим быть это интересно. Как-то так. В принципе. В моем понимании, ну, я согласен с человеком, то, что нужно несколько менять концепцию вообще патриотизма. Лично в моем понимании, патриотизм это прежде всего работа. Патриотизм это не когда ты бьешь себя в грудь. Мой президент самый лучший, мой премьер-министр самый лучший. Патриотизм это когда ты не гадишь там, где ешь. Патриотизм это когда ты уступаешь женщине место в автобусе, в общественном транспорте. И поэтому сходите в музей, узнайте историю своей страны, учитесь. Страна от этого только выиграет, нежели если ты, еще раз повторюсь, будешь бить себя грудь. Моя страна самая лучшая. Ну вот смотри, Макс, ты говоришь, сходите в музей, учите, как нынешнее поколение заставить зайти хотя бы в какой-нибудь музей. Как ты их заинтересуешь этим? Ну скорее оторвать их от чего-то такого развлекательного, от телефона того же самого, да? Как-то там, не знаю, заимствованные слова, типа Сирии, если вот это вставлять, которые сейчас все любят или что? Ты вот как это видишь, если бы ты этим занимался? Ну, в принципе, сейчас уже есть такие... Руслан бежит на помощь. Я извиняюсь, да, что перебью. Сейчас уже есть такие продукты, вот, например, тот же театр на Булаке, тот же музей социалистического будет, музей игровых автоматов. Ну это про Казань конкретно. Туда люди ходят, и вот касаемо, допустим, того же музея, соцбыта, это как раз-таки очень большое проявление патриотизма со стороны его создателей, потому что они решили увековечить историю вот советского прошлого. Ну, да, ну, со советского прошлого, причем так не особо давнего, который еще в памяти людей, там всегда много молодежи. Как они привлекают? Они организуют различные мероприятия, допустим, концерты, там постоянно школа рок тусуется. Вот, поэтому я думаю, что аналогичным образом можно и в других местах. Театр на Булаке просто ставит злободневные спектакли, на их спектаклях всегда очень много народу. То есть это тоже, я считаю, что сходить на произведение, поставленное нашими режиссерами, пусть даже театральное, пусть оно даже по западной пьесе, ну там 50 на 50, потому что когда был культурным обозревателем, я как бы это просматривал. Вот, там всегда очень много народу. Ну, Слава, можно вопрос, а если сниггерсы не кушать, а кушать шоколад России, это патриотизм? Ну, тут уже двояк, потому что сниггерсы тоже сейчас делают в России, не имеет значения. Локализация имеет значения. Я вот хочу девушку поддержать, очень классную мысль вы сказали по поводу того, что не только государство должно своими программами стимулировать патриотизм, обязательно должно быть гражданское общество, и люди должны самоорганизовываться, да, для того, чтобы, ну, делать какие-то проекты, да, патриотизм, те же вот самые поисковики, да, вот, да даже люди, которые занимаются благоустройством территории своего двора самостоятельно, без, скажем так, мотивации страны и государства. Вот это очень важно. И в мире, если вы посмотрите страны, где самый высокий уровень патриотизма, да, я имею в виду демократические страны, то там вот эти вот институты гражданского общества и самоорганизация людей, она очень высокая, да, вот это очень-очень важно, и то, чего нам пока, наверное, не хватает. Мы все ждем, пока нам государство что-то сделает, да, людям пора бы уже самим что-то сделать. А, простите, я еще раз дополню, вот, если рассуждать вот на таком уровне масштаба страны, потому что, на самом деле, двигатель экономики сейчас это высокие технологии машины, там вот очень-очень точное-точное машиностроение, высоко-точное, больше скажу, Тут как раз-таки должно быть движение от государства. То есть вот, если задать вопрос российским авиакомпаниям, самолеты это тоже высокотехнологичный продукт, почему они не покупают наши гражданские самолеты, а потому что не предложили равноценный продукт Боингу или Аэрбасу или там Эмбраеру, или Бомбардей, это канадская фирма. Вот. И поскольку это, понятно, что музей соцбыта и новое какое-то современное технологическое производство, это несоизмеримые вещи в плане финансовом. И вот тут как раз-таки должно быть движение от государства. Оно должно вложить деньги, создать такой продукт, чтобы он продавался на внутреннем и на внешнем рынках. И, собственно, тогда будет какое-то в этом плане движение. Хочу представить нашего гостя. Это Нафиса Резидинов, лидера патриотического направления региональной общественной организации Академия творческой молодежи Республики Татарстан. Нафис, чем занимается эта ваша организация? Начнем с этого. Спасибо, Роман. Наша организация, прежде всего, ведет за собой цель поддержки талантливой молодежи Республики Татарстан. И мы также работаем по различным направлениям. И как раз-таки одно из направлений, в котором я больше всего работаю, это именно патриотическое направление. В течение года мы проводим абсолютно различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Если говорить по теме именно военной, по теме истории нашей страны, то у нас проходят концерты-бал ветеранам, это созвездия Героям Отечества. То есть у нас проходят различные такие творческие площадки, где ребята показывают свое творчество ветеранам, организовывают площадки для какого-то отдыха. Следующее, в преддверии 9 мая, вот 7 мая у нас будет проходить встреча ветеранов Великой Отечественной войны с президентом Республики Татарстан. Мы также организовываем встречу ветеранов, мы провожаем их, берем их за руку прямо с автобуса, доводим их до того места, куда им нужно идти. И следующее мероприятие – это Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша победа». В этом году он проходит второй раз. Я являюсь координатором этого конкурса. И вот уже как ребята говорили, что нужно, чтобы и государство создавало площадку, и также возможности для реализации. И сама молодежь, в нашем случае, проявляла какую-то инициативу. Я думаю, что вот и в этом году, и в прошлом году мы этой цели достигли, что и мы создаем условия для того, чтобы люди смогли рассказать о своих героях. Так вот звучит лозунг нашего конкурса. То есть в этом году мы предлагаем участникам не просто подать заявку в видеоролик, либо фотографию о своем дедушке, прадедушке. Мы предлагаем ему разместить эту работу в социальных сетях, либо ВКонтакте, в Инстаграм с хэштегом «Наша победа Татарстан». Вот сейчас уже у нас 250 заявок на данный момент. Мы думаем, что конец конкурса будет еще больше, и у нас торжественное награждение пройдет в мае. И также хочется заметить, что вот тоже возникал вопрос о том, что в принципе может быть пересмотреть понятие патриотизма, не только делать акцент на Великую Отечественную войну. Мы тоже в своем конкурсе это отразили. У нас есть различные номинации, то есть одна из них – это герои нашего времени. То есть это может быть и какой-нибудь сотрудник полиции, это может быть нянечка, которая там спасла ребенка, либо еще что-то. Вот как раз-таки этот патриотизм, как вы уже говорили, вот он начинается с семьи. И мы в этом году предлагаем участникам нашего конкурса именно рассказать о героях нашего времени, раскрыть тезис сам «Наша победа», как называется конкурс, как его понимают. Победа же может быть не только в войне, победа может быть в соревнованиях, в конкурсе, где угодно. И то есть тут уже у участника есть свой выбор, как подать это к экспертной комиссии народу. И то есть в дальнейшем победители конкурса будут награждены, и лучшие работы будут представлены на фото-выставке, на различных крупных мероприятиях республики, и также будут проходить видеопоказы, видеоролики. Вот смотри, все равно, вернемся к теме войны, в основном у вас все-таки на военную тематику такие конкурсы, да? Конкурсы, мероприятия. Ну вот в этом году, как уже мы говорим, то есть мы стараемся уже расширить это понятие, то есть мы стараемся... Пробовали уже за 4 месяца какой-нибудь другой, не относящийся именно к Великой Отечественной войне? Ну вот если говорить о конкурсе, то есть у нас конкурс начался прием заявок с Дня Защитника Отечества, с 23 февраля, то есть вот сейчас мы смотрим по статистике работы, действительно люди присылают именно вот работы по вот этой номинации Героя нашего времени, это рассказы о своих родителях, о том, что там, так как я уже говорил, сотрудники там полиции или службы там через уциальных ситуаций, то есть есть идеи, есть работы, которые вот именно направлены не на историю государства, а может быть, ну уже вот на настоящее время, о том, что делается сейчас в стране. То есть пока вы стартуете только с номинацией, да? Потом уже в дальнейшем будете расширять? Ну, в любом случае расширяемся, да, это не только конкурсы, это различные другие способы вовлечения молодежи, способы рассказа людям о том, что что-то делается в стране по патриотическому воспитанию. А как завлекаете молодежь? Вообще это социальные сети, то есть если говорить о пиаре, о пиаре конкурса, то это социальные сети, это телевидение, это различные афиши в университетах, в институтах, вот это есть и административная поддержка, то есть со стороны Министерства по делам молодежи и спорта мы реализуем этот конкурс под руководством этого министерства, то есть различные меры есть. Нафис, ну вот ты работаешь все равно как бы в молодежной организации, то есть все равно при государстве. Почему именно вот патриотизм? А почему именно эту сферу ты выбрал для себя, чтобы заниматься и такими проектами? Я сам с гордым Менделеевск, и как бы с гордостью об этом говорю всегда. В моей школе, где я учился, школа наша воспитала в свое время семь героев Советского Союза. И вот с раннего детства, когда нам говорят, у нас и Дмитрий Иванович Менделеев родился, и вот его высказывания нам говорили, и вставили в пример. И вот родители, бабушка, дедушка, учителя, они вот так вот воспитывали это чувство, и почему бы это не передавать другим, не передавать это в массы? Поэтому, то есть я выбрал именно это направление. Выбрал для себя такую миссию, да? Ну и миссия, как бы это, наверное, гражданский долг, особенно мужчины. Хорошо, интересует такой вопрос, друзья, абсолютно всем, почему же все-таки патриотизм, долг патриотизма, его объединяют именно с 9 мая? Именно с днем Великой Победы. Если уж у меня микрофон в руках, могу ответить, ну, постараюсь ответить, выскажу свое мнение, что, возможно, где-то, только мы, сам человек вспоминает о 9, ну, то есть о том, что такое патриотизм, задается этим вопросом именно вот 9 мая. Недавно у нас там День космонавтики проходил, это тоже патриотизм, это благодаря космонавтике, благодаря первому полету человека в космос, у нас интернет, спутниковое телевидение, ничего только нету, это все благодаря вот этому первому полету человека. Я думаю, что здесь уже зависит от личности, то есть вот, когда ты обращаешь внимание на какие-то отдельные детали, что тебя интересует, может быть, в науке там, или еще что-то, то каждый человек, он обращает на это внимание по-своему. Ну, у любого государства есть свои вот эти праздники, которые составляют основу идентичности, да, чтобы сплотить народ, и здесь, конечно, победа в Великой Отечественной войне это уникальное событие, другого такого в истории найти очень сложно. Во-первых, это касается всех, практически каждой семьи, во-вторых, мы победили, в-третьих, еще живые ветераны, и они тоже обладают определенным вот таким вот воздействием, да, как живой премьер, и здесь, ну, это событие, оно рассмотрится как однозначное благо, то есть нету отрицательных сторон у него. То есть есть, ну, как бы Советский Союз, Россия участвовали в других конфликтах, да, их было достаточно много, но все они носят характер, да, где-то вот спорный, да, и, как говорят, интернациональный долг наши солдаты выполняли за пределами Советского Союза, да, но это была не Отечественная война, не защита своего родного дома, а вот нечто другое. И поэтому, как принято говорить в науке, в политической, Великая Отечественная война обладает очень мощным символическим капиталом, очень мощный символический капитал. Вот коллега правильно отметил, да, то, что вот есть достижения, да, в науке, там, в самолетстроении, это тоже предмет гордости, да, к сожалению, у нас есть определенные сложности с этим, да, то есть чем нам еще вот гордиться и объединять, да, ну, есть там победа в спорте, есть какие-то, конечно, достижения какие-то определенные, но здесь вот пальма первенства, конечно, у этого события. Именно поэтому сейчас государство предлагает большое усилие, чтобы защитить эту историю, и специальные нормативные акты, которые борются с изменением истории Великой Отечественной войны, и так далее, там, потом. То есть вот эта уникальная позиция. Мне кажется, правильно тоже вот отметили то, что нужно растить еще и другое. Все-таки капитал этот не вечен, да, и проблема заключается в том, что чтобы сплачивать наше общество, нужны еще другие победы, вот. Но будем стремиться, наверное, это вот в наших руках, так сказать, сделать, чтобы были вот эти крупные символы успеха, да, ну, та же Олимпиада в Сочи, к примеру, да, и так далее, они бы тоже сплачивать людей, потому что, ну, ветераны не вечны, в конце концов. Вот. И молодому поколению все сложнее и сложнее, вот, да, понять, что это такое, понимаете. Вот для нас, например, победа в войне 1812 года что-то значит, да, парады проводятся, а в Царской России они проводились. То есть были парады, это праздновалось, да, но потихонечку этот символический капитал, он угасает. Поэтому наша задача, это готовиться к этому и полномерно стороны государства политику выстраивать по вот воспитанию патриотизма не только на военной тематике, как правильно сказали, а что-то другое искать. Будет ли день России 12 июня иметь такое же значение, как день победы когда-нибудь? Мне кажется, нет. Мне кажется, это очень сложно сделать, поскольку, если вот, ну, опять-таки, молодежь спросить, да, что произошло 12 июня? Да? Ну, специалисты-политологи, может быть, вам ответят, да? Но вот лично мое мнение, лично мое мнение насчет 12 июня, да, очень спорное, потому что действительно это, можно сказать, день выхода Российской Федерации из состава Советского Союза. Владимир Путин назвал развал Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, и он прав. Ну, здесь что обстоит, с точки зрения геополитики это катастрофа была. Поэтому очень сложно вообще вот к этому празднику отношение двоякое. Не знаю, вот здесь надо очень подумать. Тем не менее, он является выходным днем, вот, праздничным. Ну, вот это наследие, которое вот нам осталось, можно попытаться, да, ну, понятно, что должен быть праздник такой у государства со временем, такой день независимости, такая традиция, да, она идет там со времен, не знаю, проглашения независимости в США, да, то есть это хороший праздник. Но опять-таки, знают ли люди, что это такое, да. Наверное, день России должен быть. Ну, вот должен ли он быть 12 июня, да, или когда? Очень-очень сложный вопрос. Предстоит еще об этом призадуматься. Виктор Владимирович, а как вы считаете, сегодня в России воспитывается патриотизм? Ну, я считаю, что да, я считаю, что да, и вот пример коллег, которые сидят слева от меня, это показатель того, что у нас действительно государство уделяет большое внимание этому воспитанию, но меньше, чем это было в Советском Союзе, конечно. Связано с тем, что по-другому устроено государство, нет такой жесткой идеологии индоктринации, да, и если вот молодое поколение говорит, что их часто куда-то мобилизует, так сказать, административными методами, поверьте, в Советском Союзе это делалось чаще гораздо, гораздо жестче, попробуйте там прогулять, значит, демонстрацию или какое-то, значит, мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, вот. Поэтому я считаю, что есть где улучшить эту работу, она всегда есть, всегда есть, опять-таки, вот внедрение современных методов, да, в пропаганду вот этих идей патриотизма, вот. Но в целом, в общем, можно оценить это как, ну, хорошую работу, в конце концов, пропаганда вот этих ценностей патриотического, это вопрос выживаемости государства. Без этого государство не выживет, потому что разрушится идентичность, поэтому оно занимается и будет заниматься. Хотелось бы тоже, ребят, сейчас спросить, а какие проблемы в жизни России вас сейчас волнуют больше всего? То есть за что вы переживаете, возможно? За ваше будущее или что-то такое? Цензура, излишняя цензура, излишнее давление государства, излишняя вот эта вот популяризация войны. А когда ты, и причем это не только меня, это я читаю комментарии в интернете к определенным новостям, постам и так далее, и люди возмущаются уже, почему по новостям, по федеральным показывают какие угодно страны, кроме России. В России всегда все хорошо, все прекрасно. Но так быть не может. Когда ты даже, допустим, читаешь не новую газету, а какую-нибудь, просто региональные новости какие-нибудь, и ты видишь, действительно есть проблемы, но их нигде не показывают, и никак не освещают, и в принципе с ними ничего не делают, не исправляют их. Вот это для меня это самая большая проблема. Потому что все остальные проблемы можно исправить, допустим. Те же дороги плохие, их можно сделать нормально. А вот проблема цензуры, проблема давления. Ну, исправить можно, но как это, либо чтобы сами кто наверху додумались до этого, либо не самый хороший исход. Вот. Ну, как-то так. Тоже хотелось бы вернуться к первой части программы. Было сказано о том, как отвлечь молодых людей от телефонов и завлечь их в музей, например. Я думаю, что не стоит отвлекать от телефонов, от интернета, от компьютера. Ведь, например, социальные сети могут стать хорошим инструментом и работы с молодежью, и прививания патриотизма, и информационным каким-то источником. И реклама в музее. И реклама в музее. Почему нет? Поэтому я считаю, что надо новые методы, внедрять новые методы именно работы с молодежью. Постепенно отказываться вот от этой мобилизации, о которой уже неоднократно было сказано. Не отказываться, а, ну, отходить. Ну, да, допустим. Пусть будет так. Я считаю, что именно нельзя забывать о современных, о новых технологиях, их активно использовать. Насчет проблем, которые меня интересуют. Мне кажется, вот мы все живем под вакуумом. И в одиночку из этого вакуума нам не выбраться. У многих, у большинства есть такая мысль в голове, что, в принципе, уже ничего не изменить. Вот есть, и лучше уже не станет. Один человек это не сможет исправить. Нужна поддержка. И, в принципе, человек, если видит эту поддержку, не факт, что они вместе соберутся и сделают это. Ну, вот проблема того, что у людей нет мысли и желания изменить, сделать. Не просто говорить, а именно сделать. И вообще нет такой перспективы в коре головного мозга, что может стать лучше, стать, чем в другой стране, чем 20 лет назад, чем 30 лет назад. Нет вот этой мысли вообще, в принципе. Вот все плохо. Это можно как-то изменить? Ну, вот, наверное, можно. Нужна, в принципе, я не знаю, что нужно сделать, но это можно изменить. В плане проблем, вообще, когда говорят, особенно жители Татарстана, о том, что у нас что-то плохо, там, мне это, ну, не с тобой раздражает, меня удивляет это. А как, ну, то есть, и как это может быть еще лучше, потому что выезжая за другие регионы, элементарно выезжая за пределы Татарстана, уже дороги начинаются плохие. Ну, да, сейчас у нас весной, там, ну, к лету сделают дороги хорошие, будет у нас еще какой-нибудь чемпионат мира или еще что-нибудь WorldSkills у нас пройдет к 19-му году, опять будут новые дороги, то есть, жаловаться студентам, которые живут в деревне Универсиады, которые живут в шикарных просто условиях, жаловаться на что-то, то есть, тут все зависит от тебя. А вообще, если говорить о каких-то проблемах, в какой-то статье, вот, писали о вызовах, то есть, эти проблемы называют вызовы России, современные вызовы России, я думаю, что, вот, по мнению того издания, это было как раз-таки патриотизм, вызов России, это внешняя политика и экономика, то есть, вот, три вот таких вот больших вызова, на которые нам нужно работать, то есть, это, в принципе, все такое глобальное, но это объединяет какие-то узкие сферы, тоже та же самая экономика, она и от науки зависит во многом, то есть, есть много над чем подумать, а вот по поводу проблем для себя, то есть, если ты видишь эту проблему, то нужно о ней говорить, элементарно, вот, если, как уже говорили, там, дороги можно починить, у нас есть в Татарстане, там, народный контроль, условно говоря, очень быстро реагируют и власти, там, и местных самоуправлений, и наши, то есть, республиканская власть, то есть, есть способы нанесения какой-то информации, проблем до органов государственной власти, и можно их решать. Вот я опять-таки коллегу хочу здесь поддержать, то, что, вот, чего не хватает, конечно, нам, это какой-то предпринимательской жилке, вот, населению, ведь что такое, вот, взять ответственность на себя, что-то, кто такой патриот, патриот, это человек, который, можно сказать, лидер, а кто такой лидер? Лидер, это который берет ответственность на себя, то есть, противоположное ребенку, понимаете? И вот это очень важно, если у нас вот эта культура поменяется, этот сдвиг, если человек более инициативным, он будет понимать, что все зависит от него, все в руках, он все сможет, вот тогда произойдет, произойдет большой-большой сдвиг в плане, и патриотизма тоже. Мне кажется, Виктор Владимирович, прекрасно подвел некий итог нашей программы, и я желаю, чтобы таких лидеров тире патриотов было как можно больше, и хотя бы каждый из вас, кто есть в студии, наши зрители были патриотами. Да, большое спасибо, друзья, за то, что вы уделили сегодня свое время нам, нашей программе, чтобы пообщаться на тему патриотизма, на это все. Всем большое спасибо за внимание, с вами была программа ток-шоу «Твердый знак», и мы ее ведущие Виктория Новикова, Ярман Полинсков, увидимся, всем удачи, будьте патриотами, но в меру, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова